Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин подал заявление об отставке. На состоявшемся заседании правительства губернатор Свердловской области Александр Мишарин отставку Анатолия Гредина принял. Сообщаю, что я принял отставку председателя правительства Свердловской области Анатолия Гредина. Анатолий Ильинич переходит на другую работу и начинает новый этап своего трудового пути. Александр Мишарин поблагодарил Анатолия Гредина за профессиональную работу и большой личный вклад в развитие Свердловской области, отметив, что за два с половиной года правительством была проделана большая работа. Ведь именно этот правительственный состав был сформирован для вывода области из кризиса. Перед правительством была поставлена задача создать условия для скорейшего преодоления кризиса и его последствий. Сегодня мы можем ответить, что область развивается. Мы констатируем, что темпы роста и валового регионального продукта, и объема промышленного производства выше, чем в среднем по России. И на протяжении двух лет мы вышли одними из первых на докризисный уровень по валовому региональному продукту. Он сегодня превышает 1 триллион 228 миллиардов рублей по итогам 2011 года и вырос на 7%. Сформированы ряд важнейших проектов, которые позволили начать дифферсификацию экономики. Должен сказать, что и социальные проекты, и социальная направленность, в первую очередь в части бюджета была подтверждена. Сегодня около 75% бюджета – это средства, которые направляются на реализацию социальных программ. Губернатор Свердловской области, озвучив достижения в развитии Уральского региона, поблагодарил всех членов правительства, а также озвучил новые задачи. Я хочу поблагодарить и всех членов правительства за профессиональную работу и добросовестный труд. После завершения выборов и в Государственную Думу, и главных выборов в стороне президента перед областью, перед страной стоят ряд новых задач. Они взяты властью перед жителями региона. Старопромышленный комплекс области, безусловно, нуждается в дальнейшей модернизации. И сегодня нам нужно особое внимание уделять вопросам здравоохранения, образования, сферы жилищно-коммунального хозяйства, выполнять принятые обязательства. Нужны новые подходы и к выработке решений, затрагивающих интересы большинства. Нужно вырабатывать механизмы учета мнения общественности в повседневной работе органов власти. Иными словами, мы должны быть гораздо ближе к народу. Как отметил губернатор Александр Мишарин, кроме качественных изменений самой исполнительной власти, приоритеты в дальнейшем развитии могут быть достигнуты только тогда, когда работа правительства станет максимально приближена к муниципальному уровню. Губернатор сказал, что понимать проблемы необходимо на местах и вырабатывать решения этих проблем совместно с главами муниципалитетов. Необходимо создавать стимулы для развития территорий и всегда быть готовыми к конструктивному диалогу. Александр Мишарин обратил внимание на то, каким он хочет видеть новое правительство, а также предложил новую кандидатуру на пост председателя правительства Свердловской области. Я думаю, что новое правительство должно учесть и при формировании структуры правительства, и при определении и назначении на должность руководителей правительства вот эти направления. Я сразу вам и сейчас хочу сказать, что я принял решение предложить кандидатуру на должность председателя правительства Владимира Александровича Власова. Вы его знаете, он обладает многоотраслевым опытом работы на местном, на региональном уровне. Он избирался и был мэром города Азбеста, возглавляет министерство. Одно из важнейших социального развития является сегодня первым заместителем председателя правительства. Человек знает не понаслышке проблемы на местах, понимает эти проблемы, имеет, кроме этого, и личный производственный опыт. Поэтому я думаю, что все это ему позволит правильно выстроить и эффективно выстроить работу правительства. Глава региона особо обратил внимание всех членов правительства, чтобы они продолжили свою работу, чтобы переходный период стал максимально организованным и не отразился на работе и решениях текущих проблем, которые сегодня имеются в области. Анатолий Гредин в своем слове, предоставленном ему в ходе заседания, поблагодарил всех членов правительства, с кем ему пришлось работать в непростые годы кризиса. Говорю большое спасибо всем членам правительства за ту проделанную совместную работу по выходу из кризиса, по разработке программ. Мы недавно, совершенно месяц назад, рассматривали вопрос, что у нас за прошедший год по всем программам освоение почти 100%. А когда мы рассматривали предыдущие года, освоение было 20%. Сегодня, благодаря нашей совместной работе, многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Потому что задачи совершенно ставятся несколько другие, более амбициозные и серьезные, и эти задачи нужно решать все вместе. Но если какой-то совет нужен членам правительства, я готов с вами работать, сотрудничать, даже находясь на другой должности. В свою очередь, Владимир Власов, поблагодарив за оказанное доверие со стороны губернатора, пообещал это доверие оправдать. Я понимаю, насколько это серьезный ответственный пост. Вместе с тем, хочу сказать, что вы действительно обратили внимание, что имею опыт и руководящей работы на разных уровнях власти, я думаю, это безусловно говорит о том, что я знаю задачи, проблемы области. Ну и безусловно, выстраивать буду вместе со своими коллегами работу, чтобы были инвестиции, чтобы шла модернизация экономики. Ну и самое главное, реализовывался ваш посыл, что через развитие и модернизацию экономики нужно повышать и активизировать человеческий фактор и благополучие наших граждан. Я думаю, что коллеги, с которыми я вместе работаю, понимают, что нужен будет командный стимул, командная работа, безусловно, на основе новых задач и обновленной структуры правительства. На сегодня Владимир Власов исполняет обязанности председателя правительства Свердловской области. Как отметил губернатор, он хорошо знает регион, его проблемы и возможности. Обладает многолетним серьезным опытом работы и на крупном промышленном предприятии, и в руководстве муниципалитетом. Именно поэтому этот кандидат является сегодня лучшим на пост руководителя правительства. В ближайшее время кандидатура Владимира Власова будет рассмотрена законодательным собранием Свердловской области. Должна сказать о том, что кандидатура, безусловно, заслуживает огромного уважения, поскольку это человек, который, на мой взгляд, максимально подготовлен к этой работе, которая предлагается. Это человек, который не понаслышке знает проблемы муниципальных образований. Он трижды избирался главой муниципального образования города Азбест, в самые непростые времена руководил городом. И, на мой взгляд, сейчас это очень-очень важно, потому что есть очень серьезная потребность в обществе на то, чтобы правительство и его работа была максимально приближена к муниципалитетам, к муниципальным образованиям, к муниципальной власти и к тем проблемам, которые возникают у людей, живущих не только в городе Екатеринбурге, но и во всех других муниципальных образованиях. Мы видим сегодня определенные перекосы. Развивается город Екатеринбург и ближайшие к нему города. А вот много других территорий сегодня остается у нас пока в таком замедленном очень развитии. Сейчас уже несколько другое время, другие экономические реалии, другие реалии политические. И я думаю, что если во главе правительства Свердловской области будет человек, который обладает огромным опытом работы в социальной сфере, знает о всех социальных проблемах, и вместе с тем очень глубоко знает проблемы каждой территории Свердловской области, это очень важно для того, чтобы сделать жизнь людей в наших муниципальных образованиях лучше. Сейчас у страны вновь, как говорится, избранный президент. Он уже выступил и в своих статьях, и в отчете перед Государственной Думой уже обосновал новые направления движения, новые приоритеты развития. И вот Александр Сергеевич сегодня при внесении кандидатуры Владимира Александровича Власова определил, что как раз вот и должна быть новая структура и в определенной степени новый состав команды. В полномочия законодательного собрания входит утверждение этой кандидатуры, согласование с губернатором, поэтому договорились, что Владимир Александрович Власов пройдет по всем фракциям в законодательном собрании. Тем более понятно, что мы с ним работаем плотно достаточно. Последний пример. Он возглавляет группу по реализации тех наказов, которые были высказаны в начале года населением в ходе всех отчетно-выборных кампаний. И львиная доля вопросов будет как раз на эту тему. И не только по решению каких-то точечных вопросов, но и более таких масштабных. И главный вопрос – взаимодействие с муниципалитетами. На сегодня это отдельная ветвь власти, и действительно, они уже очень много, коллеги наши задают вопросы, простые жители задают вопросы. Когда же особое какое-то внимание будет уделено нашему развитию, когда система эта будет более четко работать. А Владимир Александрович, у него 9-летний опыт есть работы главой города Азбеста, города Нешуточного, ассоциацию он возглавлял, муниципальных образований Свердловской области. В те вопросы, которые он курировал, вопрос социальной защиты населения, тесно пересекаются с проблемами районов и городов. И здесь его фигура является в определенной степени даже консолидирующей для всех депутатов, для всех фракций в ЗАГСобрании. Спасибо. Спасибо.